В минувшие выходные в Пекине завершились 24-е зимние Олимпийские игры. На них сборная Олимпийского комитета России завоевала рекордные для нашей страны 32 медали. Отрадно, что часть этих наград была добыта спортсменами-уроженцами Тверской области. О мультимедалистке Наталье Непряевой и серебряном успехе Ильи Ковальчука в материале Никиты Васильева. На зимних Олимпийских играх в Пекине Верхневолжье представляли сразу три человека. Это лыжница Наталья Непряева, шорт-трекист Данил Ейбок, а также хоккеист Илья Ковальчук, который на эти игры поехал уже в статусе генерального менеджера хоккейной сборной. Примечательно, что первую награду для сборной Олимпийского комитета России добыл именно уроженец Верхневолжья. Наталья Непряева пришла второй в забеге на 15 километров в Скеатлоне, завоевав таким образом серебро. С этой медалью Непряеву поздравил глава региона Игорь Руденя. Вы завоевали первую медаль российской команды на главных спортивных стартах планеты. Подтвердили высокий класс мастерства и силу воли. Ваша награда приумножает достижения отечественной школы лыжных гонок, славу нашей страны как великой спортивной державы. Желаю вам новых спортивных достижений в Пекине. Тверская область болеет за вас и гордится вами. На этом Наталья Непряева не остановилась. Спустя неделю она стала олимпийским чемпионом, выиграв золото в эстафете 4 по 5 километров. А спустя еще несколько дней оформила статус мультимедалистки нынешней Белой Олимпиады. В командном спринте Непряева вместе с коллегой Юлией Ступак добыла бронзовую награду. Став самой титулованной спортсменкой Верхней Волжья по количеству завоеванных наград на зимних играх. Еще одну медаль в копилку нашей сборной на играх в Пекине положила хоккейная дружина. Правда, в отличие от Пхенчхана 2018 года, где российские хоккеисты взяли золото, на этот раз красная машина довольствовалась лишь серебром. Тверской хоккеист Илья Ковальчук, генеральный менеджер команды, так резюмировал выступление наших спортсменов на пекинском льду. «Я не люблю серебро, но это начало чего-то большого. Думаю, что пацаны сейчас будут понимать, какие требования в сборной. Они видят изменения, видят, что к ним относятся как к профессионалам. От всех требуют максимум. Ребята сами скажут свое мнение, но ни к одному человеку претензий нет». А вот шорт-рекисту Даниилу Ейбогу до Олимпийского пьедестала дотянуться не удалось. В забегах на 1500 метров спортсмен не смог пробиться в полуфинал.